Устанавливаем по очереди два виброизолирующих элемента. И устанавливаем виброфор на двигатель. Силовая машина надавливает на двигатель весом 9 тонн. Такой дизель обычно используют для локомотивов. Мотор создаёт сильные вибрации, они передаются в кабину, где сидят машинисты. Из-за этого у них появляется профзаблевание, значительное снижение вредного воздействия. Обеспечивает новая разработка самарских специалистов. Виброопоры из специального материала. Наши опоры, они наиболее приспособлены для эксплуатации в условиях сурового российского климата. То есть там, где резиновые опоры себя показывают не с очень хорошей стороны. Работать над проектом начали 8 месяцев назад. Сейчас в лаборатории Самарского университета виброопоры прошли все испытания. И опытные экземпляры передали на дополнительные тесты, уже на завод. Именно этот элемент обеспечивает уникальность данных виброопор. За счёт своего материала, металлорезина, две таких втулки обеспечивают сокращение вибраций. Прежде чем прийти именно к этому элементу, испытывали 10 вариантов разной плотности, высоты и массы. В команду создателей входят 26 человек, каждый из которых выполняет свою задачу. Константин Бояров занимался контролем и отбором оптимального варианта. На протяжении трёх недель инженер буквально не выходил из лаборатории. Было изготовлено 16 элементов, 8 пар. И в процессе дальнейшей работы было собрано 8 виброизоляторов из этих элементов. И проконтролированы характеристики каждого, чтобы убедиться, что поставляемые опытные изделия соответствуют заданным параметрам. Самарские специалисты фактически запускают новое производство, которое сможет обеспечить регион новыми рабочими местами. А также, по прогнозам учёных Самарского университета, к 2030 году проект привлечёт в Самару порядка 400 миллионов рублей. Испытания по новой разработке продлятся до весны этого года. А сами виброопоры будут использовать не только для локомотивов, но и для самосвалов, судов и переносных электростанций. Мария Левина, Николай Сидоров. События.